приветствую вас уважаемые любители рыбалки рыболовы сегодня в сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать по поводу снасти для ловли хищника не просто ловли хищника для донной ловли хищника на реке в принципе я ловлю на оке люди ловят на пахре на пехре и так далее там подобное рек у нас много вот самая такая распространенная самая которую я пользуюсь знакомые пользуются самый простой монтаж сейчас покажу вас берет спиннинг опять тот же самое пожестче можно выбирать там те же самые крокодила бюджетные дешевые и прочные соответственно сломать тяжело катушки катушки используются силовые такие простые как кобра очень желательно потому что покрупнее что ценят там хороший соперник то катушка довольно таки быстро выйдет из строя сказал моментально там секунд 5-10 и все катушки вас нет вот как правило я ставлю еще у меня нескея катушки старые их ставлю но там необходимо соответствующая уровень подготовки для заброса то есть кто не умеет можно взять там потренироваться набить руку я на невский ловлю довольно таки давно катушки там уже идет леска у меня не как здесь 045 05 туда ставлю уже от 07 от 08 так называемый канат вот и кидаю то есть там уже процент обрыва перехлёст там минимально чтобы оборвать 07 при забросе надо иметь особый талант вот скорее спиннинг сломаешь чем леску борешь так удилище длиной 273 метра леска 0508 монофил использую плетню от плетни отказался на реке яке не ловлю на плетенку вот но это мой выбор уж как только как привык далее монтаж использую самый простой я использую скользячий бывает двух вариантов с фиксированным грузом то есть ориентированно на сам подсечку и скользячий скользячий использую для того чтобы он был было время как у меня как у рыбового то есть я использую там порядка восьми удилищ для ловли хищника время подойти и время подсечь вот для жесткой фиксации все-таки там жесткой фиксации грузил там ориентирован более на сам подсечку то есть хищник подошел судак щука или окунь подошел схватил дернул пробивают соответственно губы он остается на месте то есть там соответственно вы даете ему время чтобы он освободился от крючка двойника или тройника зависимости от того что что туда поставили а вот часть я использую скользячую то есть у меня 8 спингов 6 из которых скользячий 2 жесткой фиксации вот ставлю одинарные крючки одинарные крючки все-таки так называемый заглотши подошел ударил хищник те кто лояли хищника знают то что при ударе подошел ударил схватил живца оттаскивает его в сторону то есть у него груз дает ему это сделать леска уходит постепенно запас лески есть там забросили так забросили груз строю там метра два два с половиной лески вот запасом не жестко и чтобы хищник подошел ударил жильца оттащил в сторону перевернул соответственно все знают да то что жильца хищник начинает поедать головы то есть соответственно и на течение ставится более ближе к голове пробивается крючком малек по поводу грузил груз это у нас основное ставится самый сами ли ли так ложки так называемая зависимости от течения можно сдваивать оборачивать скотч за лентой и фиксировать на удилище так самый распространенный груз это у меня 5 унций 5 унций это идет 200 грамм 210 грамм 5 унций в зависимости от течения если течение послабее можно поставить четверку и тройку маленькие грузики соответственно я заброс чуть подальше буквально метров на 5 на 7 4 5 даже тройки у меня по моему была где-то нет тройки по отрывал благополучно самодельно это где-то унций 8 так на вскидку 89 то есть они потяжелее теперь по поводу монтажа со спинга мы определились катушками определились леска определились леску берем 0 5 среднем далее берем груз пропускаем здесь скользящий получается берем у нас опять же вертелюшки вертелюшки используем крупную вот течение сильное как правило ставится берем грузов крупный опять же вяжется сюда опускаем узел как и на донках как и на крючках я показывал узел делается вот такая петелька четыре раза пропускается петелька 4 раза пропускается затягивается все на месте стали проверили все в принципе снасть готова то есть самая простая то что выдумывать не надо вот она значит с этой стороны пристегивается поводок поводки я как правило перед рыбалкой вижу поводковый у нас идет леска 0 3 длина поводка где-то в среднем метра полтора крючок довольно таки крупный для контраст для сравнения с крючками беда найти такие крупные одинарные крючки даже в крупных магазинах очень тяжело прочно вот это можете видеть погнутый извлекался из налима по-моему если не ошибаюсь гнутый заглотил добротно челюсти мужчины тяжело было доставать на ушка на этом пристегивается вот сюда леска поводковая 035 0 4 по длине поводок где-то на метр где-то метр-полтора ставлю ну соответственно сюда живется для живца самую ушу для судака и для этого для судака это неоспоримо сколько раз проверено перепроверено это пискарь пискарь бычок реже плотва для налима то все равно главное чтобы рука мертвая была на живую берет крайне редко для ловли налима на рыбке на живцы бывает делал продольный разрез то есть сцепили там за две нижние губы продели цепили делается два продольных разреза до живца чтоб шел запах налим он лучше не зрячий он лучше по запаху идет падальщик забирает мертвую рыбу чистят вот по поводу окуня окуню по крайней мере сколько мне попадался больше он любит любит он бычка любит и все долбит прямо вздорово вот одинарный крючок есть еще используют у меня тут навязано несколько мы опять же не делал тройник стоит на плетенке и стоит вот такой динарный маленький крючок что-то двенадцатому что у нас вот ловлю на 8 спиннингов 4 уже использую для жесткой фиксации 4 использую для плавной фиксации то есть методом порог и ошибок выявил то что все-таки лучше скользячка вот так в принципе все для ловли допустим 8 ездит а середина октября середина ноября за хищником это использую для ловли живца подъемник метр на метр еще старого планами валялся долгое время на даче съездил забрал его вот метр на метр где-то на ловлю живца у меня уходит лет минут 40 при хорошем при более-менее удачном исходе то что малю под берегом 40 то есть планирую выезд так что там где-то до темна приехал часа за 3 до темна пока собрался растаял спиннинг занял точку наловил живца живца где-то на ночь вот на 10 спиннингов штук на аж 40 надо то есть периодически меняешь там раз в час меняется ночь осенью длинная 6 8 10 11 часов в зависимости от октября ноября наловлю штук 40 для живца используя отдельный садок с мелкой чаёй то есть непосредственно подвергнул что меньше страдал живец ну если засыпает то там ночью подогреваем дабы самому согреться и подловить свежего для живца правило тяжелую сделал ночью живет все-таки отходит прячется от берега вот далее заготавливаться дрова на стоянку то есть там уже приехали расставились наловили живца поставили спиннинги или может даже не ставить спиннинги как правило уже начинает темнеть уже тогда тут заряженную соответственно собрались насти они все готовые монтажи висят на стойках на спиннингах собираю дрова расставляю лагерь где-то стоянку и потом уже начинает солнышко садиться темнеет очень быстро заряжаю живца сажусь доставить термос чаем и сижу жду поклёвки происходят с удачей тех кто ловил все знают в суммитках и на рассвете ночью реже в основном так в начале осени сентября ночной больше хищник до 12 идет так тут можно согласиться по крайней мере нуждся далее были поклевки случались у меня и утренние часы там уже когда не ожидаешь это время 9 часов утра 9 часов утра до 11 часов даже выхода были с удачей даже сон выходил в том году 2016 год осень ездили в итоге подержал я этого парня спиннинг в дыбу по закону подлости как обычно срабатывает на самую тонкую снасть на самую тонкую леску садится самая крупная рыба в итоге подержал я его подержал я его недолго минут 8 наверное погулял у меня влево вправо вправо влево выше ниже в итоге развернулся махнул хвостом и ушел на фарватер леска была обрезана соответственно трясущиеся руки и тогда все подобное кто с этим сталкивался знает масса удовольствия значит так надо было следующий футбол в следующем году значит его поймаю все равно в принципе все по оснасти на жилцова я все рассказал кому что будет интересно пишите в комментариях напишу подробно что и как чему куда кого всем удачи не хвостом чешуи удачи на рыбалках